Привет, с вами DJ Krypton. Сегодня я покажу как установить прошивку Magic Lantern на фотоаппарат Canon 550D. Magic Lantern или волшебный фонарь по-русски это расширение обычной прошивки Canon, то есть это не самостоятельная прошивка, а это как бы надстройка над стандартной прошивкой Canon. Эта альтернативная прошивка добавляет довольно много полезного функционала на вашу камеру. Там добавлены очень нужные инструменты по работе со звуком, можно изменить источник аудиосигнала, можно регулировать прямо на экране уровень звука, отключить встроенный компрессор, который очень часто является причиной шумов. Также для работы с видео очень помогают гистограммы, зебры, можно видеть пересветы, недосветы. Одна из самых важных функций это изменение битрейта и улучшенное средство управления чувствительностью, то есть у нас изменен шаг чувствительности ISO. И так далее. Но сегодня мы поговорим не о свойствах этой прошивки, а о том, как установить эту альтернативную прошивку на наш фотоаппарат Canon 550D, 550D. Первое, что нам необходимо сделать, это убедиться, что на нашей камере установлена официальная прошивка Canon версии 1.0.9. Проверить это можно, включив камеру в режиме M, то есть Manual или P. В данном случае мы будем использовать режим M. Включаем камеру, нажимаем на меню, переходим на предпоследнюю вкладку, где написано встроенная ПО версия 1.0.9. То есть у нас сейчас стоит актуальная прошивка родная каноновская. Если версия прошивки на камере ниже чем 1.0.9, например, 1.0.8 или 1.0.7, то переходим на официальную страничку обновления. Вы можете найти все ссылки в описании этого видео или у меня на сайте. Мы смотрим, что тут можно скачать обновление официальной прошивки до версии 1.0.9. Идем, проматываем всю информацию вниз и нажимаем I agree и качаем версию прошивки для соответствующей системы. Мы качаем для Mac. Ну, для Windows там, в принципе, все то же самое. Safe Link S. Сохраняем файл на рабочий стол. Перед тем, как установить обновление официальной прошивки Canon, нам необходимо отформатировать нашу флеш-карту. Для этого нажимаем на камере меню. Выбираем форматирование. Это у нас получается шестая вкладка с левой, если считать форматирование. Нам нужно также отметить значок низкоуровневого форматирования. Это мы можем сделать, нажав кнопочку Delete на фотоаппарате. Нажимаем Delete. Видите, тут отмечается эта галочка. ОК. Выключаем машину, выключаем камеру и вынимаем флешку. Переходим обратно в компьютер. Переходим на рабочий стол. Ищем вот этот файл скачавшийся. Нажимаем, монтируем образ. Переходим обратно в Finder. Копируем файл прошивки на карточку фотоаппарата. EOS Digital. Прямо в корень. Вытаскиваем флешку. Вставляем в камеру и включаем. В режиме M. Нажимаем меню. Переходим на предпоследнюю вкладку меню. И нажимаем пункт встроенное ПО. Пишем заменить ПО. И теперь мы видим, что обновление официальной прошивки грузится с нашей флешки. Ну, теперь нам просят выбрать Please Select New Frameware Version. Мы выбираем вот эту версию, которая у нас на флешке. ОК. И процесс пошел. ОК. Апдейт из комплейт. Вот так, в принципе, обновляется прошивка на фотоаппарате. Теперь нам надо отформатировать флешку, с которой мы только что поставили апдейт на официальной прошивке. Повторяем все действия по форматированию карточки. Выбираем в меню фотоаппарата пункт форматирования. И отмечаем низкоуровневый формат, low-level формат. И нажимаем Set. Теперь снова выключаем фотоаппарат. Вытаскиваем флешку и вставляем ее в компьютер. Переходим на официальный сайт прошивки. Ссылку на этот сайт можете найти в описании урока. Проматываем вниз. И выбираем в пункте Step Zero. Download Ladies Build. Переходим по ссылке. Справа видим возможные варианты загрузки этой прошивки. В данном случае мы берем последнюю прошивку от 22 августа. Прямо самая свежая. Нажимаем ОК. Проматываем рекламу. Переходим на Google Groups. Выбираем внизу странички еще одну ссылочку. С надписью You need to unzip all the files on the card. И нажимаем. Компьютер предлагает нам сохранить файл. Сохраняем его также на Desktop. На рабочий стол. И теперь разархивируем его. Вот мы открыли архив, скачанный с новой версии прошивки Magic Lantern. Тут у нас находятся разные файлы. Непонятные на первый взгляд. На всякий случай тут, кстати, дан PDF инсталла. PDF с описанием инсталляции. Но смотреть же всем всегда более приятно. Поэтому делаем такой видео урок. В данном случае нам надо просто взять и скопировать все содержимое этого архива на нашу флешкарту. Выбираем в проводнике флешку. И копируем на нее содержимое нашего скачанного архива. Это работает с флешками формата SD и SDHC. Для других форматов может потребоваться подготовка дополнительной флешки. То есть иногда требуется создать загрузочный диск в ручном режиме. Вытаскиваем флешку из компьютера. И переходим на фотоаппарат. На фотоаппарате вставляем обратно флешку. Проверяем, защищена она, нет, она не защищена. Тут просто слетает иногда. Так, включаем наш аппарат. Приводим его в режим M. Нажимаем на меню. Переходим опять же в предпоследнюю вкладку. И теперь нам нужно сбросить все настройки на заводские дефолты. То есть настройки по умолчанию заводские. Сбрасываем все настройки. Камера. Сбросили. Ок. И обновляем прошивку. Тем же способом, каким мы обновляли родную прошивку с сайта Cam. Пишем заменить текущую прошивку. Нажимаем ОК. Вот у нас появилась зеленая надпись. Boot disk, flag is enabled, бла-бла-бла. Если у нас будет красная надпись, это значит, что мы, может быть, что-то сделали не так. Мы можем выключить камеру, перезагрузить и включить ее обратно. Вот у нас уже видно какие-то изменения. То есть вот у нас появились там ISO Auto, появилось время и свободное место на флешке. Ну, для фото эта прошивка не настолько интересна, как, конечно же, для видео. Поэтому переводим колесико в режим видео. Чтобы получить доступ к настройкам нашей альтернативной прошивки Magic Lantern, нам нужно нажать не кнопочку меню, как мы привыкли нажимать для изменения настроек обычных, а нажать вот кнопочку с корзиночкой вот внизу. Кнопочку удалить. Теперь мы видим доступ к всем настройкам, замечательным настройкам этой альтернативной прошивки. В том числе мы можем менять различные источники звука при записи. Мы можем видеть гистограмму при съемке. Например, зебры можем видеть. Вот, например, вот сейчас мы видим, что где у нас пересвет, где недосвет. Вот у нас прям показывается, да? Ну, это вкратце. Подробно, может быть, расскажу как-нибудь еще. В общем, в меню Live View мы можем регулировать то, что будет отображаться при съемке на нашем экране. В меню Movie мы можем регулировать Pit Rate, это очень бывает полезно. Можем менять ISO с другим шагом, отличным от обычного. Можем менять также Shutter Speed и апертуру, что очень важно бывает при съемке видео. Подробно о всех настройках мы, возможно, поговорим в отдельном уроке. На этом наш сегодняшний урок закончен. Подписывайтесь на рассылку моего сайта. Вот тут внизу есть кнопочка подписаться. Подписываемся на мой канал на YouTube и на мой канал на прекрасном сайте vimeo.com С вами был DJ Krypton и Саша Мэтт. До новых встреч!